Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Эмод же выглядит вот так. Сейчас поговорим по всем вопросам, которых много, наверное, за долгое время. Я не знаю, что это работает. Салют, броверы, и сестроверы. Блин, не было прямых эфиров, наверное, у меня не было. Полгода разговорных, может, даже больше. Но, наверное, с зимы, я даже не помню. Салют, салют, салют. Салют, или Мэйд Фэмили. Ничего себе. Аккаунт называется. Семья. Я только сейчас... Настолько долго не было прямых эфиров, что я сейчас понял, что мне не нужны наушники. Я думал, я буду сейчас слушать. Точняк. Подключался, делал. Здесь же нет звука разговоров. Йоу. Йоу. Так. Я думаю, что завтра наступает август, последний месяц, лето. И эфиров не было, наверное, полгода. И я подумал, что, наверное, я в неком формате, помимо музыки, давно не транслировал никаких мыслей, кроме там Твиттера и каких-то соцсетей. Поэтому выбрал, наверное, сегодня время такое удобное на улице, прикольное, чтобы поговорить со всей страной, даже где сейчас. В Сибири и Дальнем Востоке уже может быть поздно. Не планировал о чем-то конкретном говорить. Возможно, просто диалог завяжется и свяжется в процессе вот такого коннекта и каких-то вопросов. Самому лично что рассказать есть, наверное, но думаю, задаваться вектор будет здесь. По поводу... Так. Надо выбрать старт, оттолкнуться от чего-то. Дайте мне оттолкнуться, пожалуйста. Вот. Ну, начнем с того, когда уже самый прохладный тейп. Никакой определенной даты выхода микстейпа не было. И начал над ними работать реально сразу, почти сразу после выхода Иллю Нойза. Иллю Нойз, мой альбом, кто не слышал, вышел 28-22 февраля, в конце зимы. И... Ну, не то, что начал работать. Просто мне начали приходить и формироваться мысли о том, что какой-то следующий релиз необходим. И... Так получилось, что я принял решение сделать микстейп. Обосновать однозначно не могу. Но получилось именно так. Что это будет микстейп. Разница между альбомом и микстейпом можно увидеть у меня в видео под названием Decoding Mixtape и альбом. Чем они отличаются? Большой анализ в моем стиле. Вкратце... Микстейп... Нет, я, конечно же, хочу, чтобы вы посмотрели это видео чисто для своего развития и просвещения. Но... Микстейп не будет не содержать какой-то концепции. И... Следующий момент, связанный с этим микстейпом, Это то, что все называют его самым прохладным. И это... Такая штука, которая выпускается в люди. И она там живет. Она называется мем, наверное, в наше время. Как кинсуги кинсуги релиз и что-то подобное. Но дело в том, что я не планировал никогда назвать его самым прохладным. И выпущенный самый прохладный The Coolest трек Почему-то стал как-то литмотивом этого и релиз начал называться Самый прохладный. Соответственно, и все думают, что у него название Самый прохладный. Но название у него еще как бы не сформировано. И Самый прохладный это его состояние. В этом суть, что микстейп, не имея какой-то концепции, имеет вибрацию некоторую. Имеет настроение. Муд, короче. Текущий настрой. Мне не нравится Current Mood. Всех призываю писать текущий настрой. Такой текущий настрой, прохладный, что также значит Coolest. Типа, Клевый. Я попрошу, наверное, сейчас вообще не писать вопросы. Я их не читаю, потому что я формулирую мысли. Не могу делать два дела одновременно. И если могу пропускать эти вопросы, не читаю их. Поэтому, когда я закончу эту мысль, можете задать следующий. Чтобы вы впустую не тратили свои нажатия на клавиши. Поэтому название еще не сформировано. И он будет самым прохладным по настрою. AKA Клевым. Также известным как Клевым. Потому что я хочу сделать, и не хочу сделать, и получается делать довольно позитивный, меланхолично добрый звук. Который не имеет общей концепции. Там, если или Нойз шел с каким-то рефлексией, через осознание того, что должен. Через оживление, к чему-то более вечному, бесконечному. А потом опять погружая себя в тревогу того, что нужно дальше. Здесь такого не будет. Здесь будет вибрация, которая говорит о том, что все очень прикольно. Это сложно описать, потому что как бы все в процессе. Все может, еще что-то может выкинуться из миска стейпа. Может быть. По тому, когда он выйдет, я... Вот, вот хорошее замечание. Черт, я сказал, что я не читаю, но у меня глаза упали на вот этот комментарий. Выйдет осенью. Это однозначно, что прохлада, скорее всего, наступит осенью. И я вообще недавно подумал о том, что Alan Wake EP вышел осенью. Потом Kintsugi EP вышел весной. Потом вышел Steril EP летом. Кстати, у Steril EP недавно была годовщина, 15 июля. И я что-то, блин, замотался так, что я пропустил годовщину Steril EP. И, возможно, я завтра сделаю. Ну, или завтра мы подготовим пост о том, что год с момента выхода Steril EP. Соответственно, сам Illinois вышел зимой. То есть, как бы все четыре релиза охватили все времена года. И, соответственно, Alan Wake выходил осенью. Он был первым. Значит, возможно, пора сделать цикл, все же циклично, вернуться к осеннему релизу. И, соответственно, прохладный... Когда он вообще получал... Когда он был прохладным, в апреле, по-моему, самый прохладный выходил, речь вообще не была о том, что он будет так даже завязан о том, что люди начнут его называть так самым прохладным. И даже какие-то ресурсы, СМИ пишут, самый прохладный микстейп. Да он вообще не так называл. Он вообще по-другому... И было название, но оно же тоже изменилось. Вот. Я не знаю, может быть, я к нему вернусь. Говорю, все очень непостоянно. В этом даже суть микстейпа. Микстейп постоянно видоизменяется. Микстейп живет. Если альбом, у него есть концепция, которой ты хочешь следовать, ну и это эмоциональные какие-то накопления вещей с одной историей, то здесь это будет реально накопление вибраций, большого спектра вибраций, но примерно близкого, которые... Ну, которые будут передавать разный настрой, но в целом он очень близок к тому, что все клево. Соответственно, скорее всего, это осенью и... Ну, нет, это типа осенью. Я имею в виду, не могу сказать сейчас точно месяц, просто прохлада. Ну, осень вообще клевое время года. Вообще у меня день рождения осенью. И это похолодание, это, ну, типа обожают. Вот это меланхолия осени, еще когда начинается учебный год у многих, и ты возвращаешься в коллективы, на которые там школ, университетов и даже отпусков на работу, ты возвращаешь свои коллективы людей, которых долго не видел. В общем, короче, вот эта энергетика, начало. У нас первый сентябрь, это... Вот сентябрь можно считать календарным годом. Не январский, а сентябрьский, потому что в сентябре запускается вся движуха. Все, чем мы живем. Соответственно, и она всегда прохладная, поэтому у меня очень крутые переживания осенью. Поэтому, наверное, действительно это все будет осенью. Оно сегодня будет клево, прохладно. Соответственно, наверное, такая информация пока от меня, то, что в августе не стоит ждать микстейп, в августе стоит ждать другие вещи, какие я еще поговорю об этом сегодня, сейчас. Все, это мы решили. Микстейп не самый прохладный, но выйдет с самым прохладным временем года. Название не самое прохладное, так-то он, да. Соответственно, фиты, кто пишет по фитам, я очень рад, что вы тут не спрашиваете о том, как, блядь, я отношусь к Кизару и еще кому-то. Я очень рад, что здесь нормальные вопросы, потому что перестаньте, ну, это дико раздражает, трансляция спрашивает такую глупость. Соответственно, фиты на микстейпе. Имеется у меня желание сделать много фитов и много больших фитов формата того, что может быть четыре человека. Типа у нас это обычно не принято так делать. Соответственно, мне хочется сделать много разных стилей с разными людьми, собрав какие-то компиляции, какие-то группы, может быть даже не самые привычные для них. И чтобы это было максимально разнообразно, потому что люди, артисты помогают развиваться другим артистам. Это однозначно помогает скакнуть выше или помогает прыгнуть в другой вектор, попробовать себя в новом звуке. Поэтому я хочу, чтобы очень много было не то, что это типа фиты из разряда релиз на состав фитами, типа и позвать всех. Позвать всех, конечно, кто мне интересен, кто мне нравится, и объединить в какие-то группы. Но это на самом деле сложно в России. Нет такого формата, чтобы диджей Калет выпустил релиз, а там было сто артистов, да, и все были довольны. Все с друг другом там что-то такое, там может быть недолюбливают и все прочее. Поэтому не буду сейчас говорить имена с кем. То есть уже фиты имеются, записаны. Есть уже те, которые разработки, есть те, которые я бы хотел сделать в планах. И я не знаю, выйдут ли они. Поэтому это такая информация. То есть не стоит ждать вот этого сольного материала, который вот мой рэп представляет. Мой рэп этом. Я хочу большую-большую командную работу, которая уже ведется. Так, не скажу пока, с кем они уже есть, уже готовые песни, типа с кем уже в обсуждении. Пока ничего не скажу, потому что... Чтобы не предвосхищать, в общем. Фит с флэшем. Фит с флэшем не на самом прохладном микстейпе. Фит с флэшем выйдет у нас отдельным синглом. И вот, то есть он не на каком-то конкретном релизе. Но, возможно, типа, если все очень нам понравится, и все всем понравится, мы поймем, что, может быть, и на самом прохладном микстейпе что-то вместе надо закинуть. Поэтому Фит с флэшем выйдет отдельно. И я не скажу по датам, но, в общем, имеется желание выпустить его уже в августе. По поводу касательно фитов. И что я часто встречаю, это о том, что в России, ну, типичная Россия, да, типа, ой, зачем ты с тем сделал, ой, зачем ты сделал с тем, ой, зачем ты с тем. Я никогда не видел там за рубежом, грубо говоря, когда объединяются крутые артисты, и даже из разных сфер, там, чевки с Канни Вестом. Никто не пишет, Канни Вест, ты же, блядь, гений. Почему ты сделал фит с Чивкифом? Он же тупой, типа, знаете. Или, там, какие-то другие сочетания. И я не говорю, что я здесь Канни Вестом, или, там, кто-то, кто у меня гостит Чивкиф. Нет, не в этом дело. Дело в том, что, блядь, это все люди, они все создатели и творцы, работают в своих стилях, и у всех у них есть свои и поклонники, и свои стили. И почему-то думают, что зрители вправе решать и утверждать, кому с кем идет работать, и кому с кем нужно работать. И их оскорбляет как-то то, что кто-то сделал совместную работу с артистом, кто в их понятиях, там, не уважаем. Я говорю, короче, чуваки, это хуйня. И не пишите эту хуйню никаким артистам. Если я сделал фит, с кем я сделал, значит, я получил от этого удовольствие, нашел точки соприкосновения, и мне это было нужно, потому что все, ко всей музыке я подхожу именно так. И Флэш – это замечательный человек, один из добрых, открытых, приятных, самых, наверное, обходительных людей, которые вообще у нас есть в культуре. И работать с ним – одно удовольствие, и общаться в том числе. И мне нравятся многие моменты, которые он делает, мне нравится его стилистика, и мы нашли сочетание того, где мы можем соприкоснуться. И это тот трек, который, тизер, который вы видели. И мне, типа, неприятно читать всякую хуйню из разряда «Зачем Флэш?» «Зачем еще кто-то?» Чуваки, я сам решаю. Если я так решил, значит, мы делаем, значит, мы коллаборируем. И значит, у нас есть свои какие-то сцепки, есть свое взаимоуважение, которое приводит к возникновенной этой песне. И так будет продолжаться всегда. Поэтому вообще, в принципе, даже не ко мне, а пишите, не пишите другим артистам, когда увидите, «О, зачем ты с этим, с этим, с этим?» Чуваки, это созидание. Творчества нет каких-то ограничений, потому что вы считаете, что кто-то там недостаточно, что-то хорошее. Поэтому фиты будут, фиты будут, я очень надеюсь, большие. Будут артисты, которые мне лично нравятся, интересны, они вам могут не нравиться, но это не делает их хуже, их творчество хуже, и восприятие их творчества их поклонниками, и мной, в частности, самое главное, как я воспринимаю их творчество хуже. И я делаю с теми артистами, кого уважаю, кто, кого находится у меня в плеере, а не потому, что он какой-то там известный, и мне нужно с чем-то. Я такой формат не использовал никогда. Поэтому это моя личная просьба, не писать. Ну, если, например, выйдет, я сейчас сразу скажу, если выйдет этот трек, и этот трек мне уже сейчас нравится, в том формате, в котором он пока имеется, и я увижу какую-то хуйню, которую пишут, типа, понятно, что эфир смотрит 200 человек, а трек услышит 50 тысяч, грубо говоря, только у меня в сообществе. Я просто поудаляю эту хуйню и заблокирую комменты, потому что читать, типа, то, на что мы тратим жизненную энергию, созидание, свою вибрацию тратить, и потом получать какую-то обратную хуйню, только потому что человек что-то думает, что это кто-то недостойный, но типа, мне это не нужно. Вот. Мне хочется, типа, кайфовать от того, что я делаю, и при этом не требую за спрос какого-то там денег или еще чего-то. Это все, на самом деле, бесплатно доступно, нравится, не нравится. Да, можно определить с помощью одного бесплатного клика, но никак не определять с кем, что мне заниматься и все прочее. И это важная движуха, наверное, в том, кто, например, является преследователем моего творчества, то, что я делаю только то, что мне нравится. и когда кто-то может написать о том, что вышел трек самый прохладный, блин, это типа, там, трэп или что-то, это сейчас там модно, это не так, бля, это просто я так себя чувствую, потому что за несколько там недель до самого прохладного вышел бедуин, бля, который на 100% совершенно противоположная работа, и написал ей только потому, что я сходил к психотерапевту, и за одну ночь после посещения психотерапевта я написал эту песню, а потом мне пишет Федя и скидывает свой куплет с трека «Кроме пустоты», которая совершенно другая работа, и я пишу там совершенно другое, потому что у меня уже другое настроение, потому что я по-другому чувствую, а потом после того, как закончился этот период с психотерапевтом и всяким там фигнёй, препаратами, которые я пил, мне стало полегче, я написал самый прохладный, потому что я себя так чувствовал, я чувствовал себя более клёво, а потом я почувствовал, что, например, близится лето, и мне хочется какой-то, какая-то близость людей, с которыми хочется провести, и важность близких людей в жизни я отразил в братьям и сёстрам. Чуваки, это всё только то, как я чувствую на протяжении какого-то периода, и там за те же самые три месяца я вам перечислил четыре работы, которые вообще совершенно настолько разные, никаким трендам не поддаются. Бедуин, кроме пустоты, самый прохладный братьям и сёстрам. Какой это вообще может быть тренд? Четыре самых разных, разнообразных работы. Поэтому речь о том, что то, например, преследует ещё раз моё творчество, я хочу сказать о том, что вы преследуете меня, а не какую-то актуальную музыку. Преследуйте то, что я излучаю. Поэтому кому это не нравится, это нормально, но это не означает, что вы можете диктовать мне, как мне себя чувствовать. И в какой-то момент, например, увидел какой-то комментарий в группе или в Инстаграме и увидел о том, я хочу треков как признание, кто-то написал. И человек, который хочет треков как признание, он просто не понимает меня. В нём очень чётко сказано, что это, надеясь, что это моя последняя работа, которая описывает моё то состояние в тот момент. Если он хочет треков как признание, значит, он хочет, чтобы мне было хуёво. Я написал ещё таких треков. То есть пожелание конкретно какого-то творчества от меня означает пожелание нахождения меня в каком-то определённом состоянии. И если ты желаешь, ну или не ты, а кто это пишет, чтобы я написал ещё одно признание, чувак, это значит, желаешь, чтобы, блядь, я был в такой жопе жизненной, психологической, чтобы у тебя появилась возможность слушать какую-то песню. Я хочу избежать этой херни, поэтому я пишу самый прохладный микстейп налегке, налегке, клёво. Это не значит, что я не заморачиваюсь там с текстом, ещё с чем-то. Это значит, что я делаю всё легко, чтобы это шло легко, а не переваривалось сумасшедшими какими-то, там, не знаю, с антидепрессантами или ещё чем-то. Поэтому то, что я излучаю, это моё состояние. Если вам оно не нравится, но я останусь, как бы, это нормально, но я останусь в своём состоянии. Диктовать, каком мне состоянии быть, не нужно. Это самые две главные вещи. Мне не нужно диктовать, что мне делать. Две вещи, которые я, ну, не принимаю, как бы, неком в обзоре, не знаю, или в комментировании чего-то, что я делаю. Это что мне делать? Потому что никто не находился в том состоянии, не ходил в мои обуви, не сидел в моей студии и ещё где-то. Никто не находился, поэтому не надо диктовать мне, что делать. И, соответственно, и искажение каких-либо фактов, типа, которые вообще абсолютная ложь и лишь догадка человека, которая потом искажает информацию о том, что на самом деле подано. Соответственно, и уникальным примером этого было то, что когда вышел клип на братьям и сёстрам, кто-то начал мне советовать, как мне использовать микрофон, кто-то мне написал в директ, как мне использовать микрофон для записи звука, который подкладывается под подложку сюжетной истории. Я ещё говорю о том, говорю о том, когда была завязка клипа «Братья и сёстры», где сцена с машиной и всем прочим, кто-то начал мне писать о том, что как мне лучше сделать микрофон для того, чтобы звук более грамотно записался, потому что там он, там что-то, там какое-то есть расхождение. И, соответственно, человек начал транслировать инфу, что, в общем, там неправильно звук подставлен. Вот. И это уникальный случай объединения и пиздежа, и советов, когда не нужно, потому что звук ни на какой микрофон там не писался. Вся сцена, начальная сцена на полторы минуты братьям и сёстрам, это был саунд продакшен. Мы сидели 10 часов, 10 часов, где подбирали звук колеса шины, обрабатывали его отдельно, с интернета. Я смотрел ASMR-видео кожаных курток и подставлял движение каждой куртки под движение моё машине. Это всё был саунд продакшен незаписанный. То есть, мне кто-то рекомендовал, как мне записывать материал, думая, что я его записывал и записывал его нечётко, хотя на самом деле это был саунд продакшен. Мы сидели 10 часов подряд для того, чтобы сделать въезд машины с нужной стороны, открытие двери, открытие багажника, открытие, даже поднятие рюкзака. Искались реальные видео с рюкзаков, брались аудиодорожки, обрабатывались и тютелька в тютельку подставлялись очень-очень внимательно. Каждое действие подставлялось, панорамировалось, обрабатывалось, эквализировалось. Это саунд продакшен, это отдельная штука. И когда кто-то советует, что он у меня записан и сделан неправильно, я думаю, ну, ебать. Вот это типичный пример человека, который даже не понимает, что это не записано, это просто сделано на постпроде. Соответственно, это я уже отдалился от того, что от того, блин, там даже была сцена, где падал телефон в конце с бревна. Кстати, это уникальная сцена, в которую не планировалось, что он нападет. Просто от вибрации, когда мы снимали, он в итоге упал, и мы поняли, что это совершенно лучший знак того, что телефон при падении перевернулся, и это конец клипа. Соответственно, мы сидели отдельно и искали видео, где кто-то роняет телефон. По запросу уронили телефон, и телефон там обычно падает на кафель, на бетон, и это не подходит звук падения на лесной грунт, и мы искали звук, который падение на лесной грунт, и когда телефон падает, он ударяется, у него, естественно, динамик перекрывается по-другому, поэтому мы сидели и резали, эквализировали даже звук падения отдельно, специально, чтобы кто-то при этом думал, что это записывалось. Нет, это даже не планировалось, что он упадет. Но каждое такое действие, оно дает возможность для маневрирования, и каждый тип такой возможности нужно использовать и открываться для нее, а не думать, ой, как же это плохо, что так случилось. Нет, это может быть что-то усложняет, но в любом случае выход находится, поэтому рекомендовать в каком-нибудь состоянии что делать, вот это я вообще не принимаю. Если ваше состояние не совпадает с тем, которое я излучаю, это нормально. Мы люди, и, наверное, в этом как бы и суть творчества заключается в том, что больше людей слушает, например, Дрейка какого-то, потому что то, что он транслирует, и состояние, о чем он рассказывает, находит отклик больше людей. Меньше людей слушает еще кого-то, потому что меньше он передает то. Соответственно, мое состояние находит отклик у каких-то, в определенного количества людей. Одно состояние, другое больше, другое меньше. Это норм, собственно, я нахожусь там, где я нахожусь, и мое состояние имитировать и делать фейком для того, чтобы оно просто стало популярнее, я не собираюсь, потому что я рассказываю о своем личном. Соответственно, это мы перешли к тому, что можно ждать от меня, и я рассказал про фиты, да, фит с флешем, очень надеюсь, будет в августе, и мы, соответственно, нашли то общее состояние, которое мы хотим передать в трек, и оно прикольное, оно прикольное, мне очень нравится, и ждите его в августе. Соответственно, перейдем, ну вот, да, кто-то пишет, люблю Омэн переслушивать, вот Омэн и сам Стрелли Пи писался в очень мрачном, дичайшем состоянии, и Омэн, бля, я был дичайший вообще на все, озлоблен, и Омэн родился именно оттуда, и он является таким типа бенгерно-негативным, потому что именно он продукт произведения того состояния, которое у меня было. Соответственно, по поводу, самый большой вопрос, это по поводу, когда будет не хочу дышать. Не хочу дышать, это пример того, что я просто ехал в транспорте, и в этот момент слушал, ну там, сотый раз, сотый раз этот релиз Кодека Блэка. То есть, и в какой-то момент, выходя из транспорта, то ли был такой полудождь, то ли еще что-то, но какое-то было милохоличное состояние, я выхожу из него, играет мотив, типа, я такой, я не могу скрыть, я начинаю понимать, что у меня в голове просто в результате сложившейся этого момента времени, погоды, состояния своего собственного, просто начинает, спустя сто прослушиваний этого альбома, начинает формироваться такое же состояние, которое передает Кодек. В этом и есть, это и есть та вибрация, которую я от Кодека поймал, соответственно, так же кто-то от меня ловит ее. И в этом суть. Вот это стало причиной возникновения того, что у меня начался мотив на руку, какой-то на сознании играть этот, и я его начал перекладывать на русский язык. Я, как бы, буквально что-то там пробубнив, я понял, что из этого может реально выйти ремикс, который появился благодаря, в первую очередь, трансляции некоторого настроения Кодеком. И ремикс на данный момент, он готов. Он готов, и он затизерен был у меня и в Инстаграме, и он затизерен в проекте «Афишу узнать за 10 секунд». И, естественно, когда я его делал, и когда, собственно, мы его приготовили, и кто-то и слышал из моего окружения, из близких, и люди просто мне сказали, это хит. То есть это просто дичайший хит. И потому, насколько у меня валится в Инстаграм или где-то там в группе, выводы, вопросы, когда он выйдет, он намекает на то, что это хит. И именно осознание того, что это хит, мешает немного подойти к нему, как к выпуску отдельной песни. Поэтому я сейчас хочу сказать, что, опять же, он выйдет только когда, когда я буду полностью сформирован какой-то план его запуска, когда он будет готов. Для этого я хочу, чтобы у него был клип, потому что хит требует клип. И клип полностью прописан, и сформирован бюджет, и все прочее. И сейчас идут переговоры, которые идут приличное время для того, чтобы получилось все то, что я там описал. Потому что я хочу снять супербольшой клип, в котором я буду на подвешенной, на тросах летать, понимаете, типа по пространству. Ну, это так, типа, просто я приоткрываю завесу. И идут переговоры с продакшеном, чтобы это получилось. Потому что я хочу выпускать такую работу только с визуализацией, как я ее вижу. Тем более, в неком понимании, это же чужая идея песни взята. И выходит ремикс, поэтому мне нужно добавить сюда на максимально своего, а значит, визуализация была бы крутой идеей, потому что визуализации у кодека не существует. И поэтому будет тогда, когда будет. И будет он на прохладном мистейпе, но ожидаем. Соответственно, я понимаю, сколько увидит людей эту трансляцию, сколько видела тизеров, и вопросы будут мне продолжать сыпаться, но здесь я хотя бы ответил для тех, кому это интересно. Не хочу дышать, выйдет тогда, когда будет реализовано все, что вокруг него возможно, а конкретно клип. И самое главное, что я хотел сказать, это то, что я как большой любитель кино, и я не знаю, может, типа эстетика, эстетики в кино, и сам обладатель какой-то эстетики, мне интересно визуализировать работы. И, например, в последнее время идет работа над тем, чтобы треки самого прохладного мистейпа были визуализированы. И написано пять сценариев, братьям и сестрам уже вышло, значит, четыре. У меня очень хорошо работает глава в плане визуализации. У меня, пиздец, прокачана фантазия. И когда я говорю с некими артистами, они кидают режиссерам запрос на, вот можно на этот трек напишите там, что вы думаете идея. И режиссер пишет, я пишу сам, потому что я все охуенно вижу, и я очень хорошо могу завернуть какое-то двойное дно во что-то. То есть у меня очень хорошо работает идейность визуализации моего собственного творчества. И я хочу, вот данный период я использую на то, чтобы перейти к этому. Соответственно, единственный случай, когда это было не моей идеей, это работа с Роха Тим. И я хотел бы рассказать о ней, немного отклониться. Роха Тим — это те ребята, которые сняли Дауном Быть для Локи Мина. Это очень крутая работа. И примерно в марте мы познакомились с Роха Тим, и я предоставил им сценарий, написанный на один из трек с Иллинойзом. И это был уникальный случай, когда мы увиделись через неделю после того, как мы встретились, обсуждение, и Тим из Роха Тим мне сказал, вот твой сценарий я убираю, вот мой. Я читаю его сценарий, и я охуеваю, что человек смог. И смог так, что у меня не возникло претензий, я не стал вот это типа собственничество проявлять, блин, как же тут моя идея, я же вам написал. Там была моя идея, была вообще отличная. Но когда он мне принес и показал то, что можно сделать, я охуел. И мы сидели с ним еще дважды, и с Андреем, с продюсером, и накидывая, ну, то есть он написал первичную идею, но мы еще развивали, и в котел было накидано столько много добавок, которые так шлифовали отлично, с двойным, тройным смыслом, эту визуализацию, я не буду говорить какого трека, что проект всех просто безумно заинтересовал нас абсолютно в таких добровольных началах. И проведено было, наверное, недели, ну, недели месяца, в марте, я сказал, месяца два чем-то было проведено, чтобы найти финансирование этого клипа, потому что это, я уже говорил, это космическая, с графикой, большая история, и стоит она шестизначную сумму, очень приличную, которую, собственно, один я никак не мог потянуть, соответственно, я вообще всем занимаюсь один, как это можно заметить. И организация съемки на шестизначный клип вот с ребятами зависела от бюджета большого, и это был бы самый большой бюджет вообще в моей истории, и сами кто знает, кто работает в творчестве, в музыке, понимает, что клиповая история – это абсолютно неокупаемая вещь, то есть создание клипа – это имиджевая вещь для повышения узнаваемости человека, привлечения аудитории, чтобы он видел, как ты выглядишь, как ты мыслишь, как ты визуализируешь, и единственный потенциальный вот этот вот ретерн на твою инвестицию – это может быть приход людей на концерт и возврат этот с помощью покупки этой песни или вообще твоей музыки. Вот, поэтому, в принципе, эта клиповая история – это очень неприбыльная вещь. И шестизначный, я не буду говорить, но вот представьте, что вот у вас есть полмиллиона, и вы готовы полмиллиона просто потратить на какую-то историю, и эти полмиллионы – не факт вообще, что они когда-либо вернутся. Поэтому я не мог дать такую сумму, и когда вышел клип «Быть дауном», я, в принципе, какие-то имел представления о том, что будет работать, что она будет большая, она будет, возможно, обыгрывать какие-то культовые вещи, типа «Большого любовства». Но когда я посмотрел, я, конечно, охуел, что могут делать эти ребята, и у меня сразу, типа, Луки Мину не только спасибо за его творчество и то, что он делает, а спасибо за то, что он и ребята смогли во мне как бы разжечь заново пожар мартовской истории, когда мы с Рохом могли снять, ну, тоже сумасшедшую вещь. И я написал о том, что в данный момент также хотел бы реанимировать эту ситуацию, реанимировать нашу историю, и как бы продолжить поиск спонсоров для того, чтобы сделать эту нашу историю. И, возможно, сейчас будет некое возвращение к ней, и мы будем стараться что-то дозделать. Поэтому с Люнойза еще, возможно, будет какая-то одна история, помимо признания, помимо Самурай Джека, еще будет визуализирована. Поэтому я просто вам рассказал о том, что заставил меня переживать клип Локи Мина, и в хорошем смысле он меня заставил немного позавидовать тому, что мы могли и еще до сих пор можем сделать с Рохой Тимой. И если сделаем, то хотелось бы, может, составить конкуренцию клипу Года Локи Мина, но посмотрим, как это будет. Но история там сумасшедшая. И говорю, именно то, что увидев чужую историю, я с радостью расстался со своей, даже просто без каких-либо сожалений, говорит о том, что работа с другими людьми может прокачивать тебя как личность, я на контрол-фрик, это моя, ну, как бы черта плохая, вынужден контролировать каждый аспект того, что я делаю, и вот тут доверить им полностью все, я был бы абсолютно готов, и на съемках лишь участвовать как актер, исполнитель, но не как какой-то вот человек, который создает все это видение. Поэтому эта история будет продолжаться, а возвращаясь к визуализациям самого прохладного микстейпа, то я вернулся с Казахстана, с Астаны, почти ничего не говорил и не выкладывал, но кто следил, тот мог видеть, что мы там снимали клип. И в Астане был снят клип, опять же, на грядущий трек, на самом прохладном микстейпе, поэтому над ним мы тоже работаем. И это вещь о том, что хочу видеть картинки своих песен. Поэтому также идет сейчас переговор с продакшеном о съемках «Не хочу дышать» и еще одна история, один сценарий, тоже который сгенерирован как бы мной совместно с Женей Труфановым. Тоже речь идет о том, что тоже визуализацию хотелось бы этого видеть. Соответственно, это просто главная цель моя сейчас, чтобы люди, чтобы вы видели те истории, те чувства, переживания, как они заложат, как они закладываются в сюжетные картины, как бы и больше с неким развитием сюжета, нежели чем просто какой-то флекс, скажем, вот этот выкрутасый клип, когда ребята без каких-либо сюжетных линий что-то снимают. Мне бы хотелось, как любитель кино, делать это именно в таком формате. Соответственно, это все... Так, какие еще могут быть вопросы? Это я сейчас все под... Эту кепку я заказал в Штатах на сайте, и она шла ко мне месяц. Я сейчас заказывал из Америки ее, потому что увидел в интернете прикольную кепку. Фит с флешем будет... Нет еще названия. Нет названия, еще идет работа. Название вы узнаете, наверное, с самим треком. Так. Кенсуги в каком настроении? А, еще хотелось сказать. О каком настроении Кенсуги? В том, в котором там перено три больших настроения. Из-за этого выход Кенсуги затянулся, потому что я не мог поймать настроение последней песни под названием Кенсуги. Соответственно, этого расцветания, оживления, пересобирания заново я никак не мог поймать, потому что находился в шаткости и в дребезге, скажем так. Поэтому затянулся выход этого. Я никак не мог поймать это настроение. Но он вышел сформированный, с тремя главами, я рад. И к нему подход был максимально такой, как я подхожу, как я ко всему и подхожу. Вот. Трек ничего не знал. Да ничего не знал, наверное, уже ничего не знаю о нем, поэтому эта история, наверное, забыта. Но ничего не могу говорить точно. Соответственно, да, освещая илюмейт будет ли. Мне бы хотелось сделать, но, черт, типа, столько времени прошло, я, может, даже мог забыть, типа, то, о чем тогда, когда я что-то делал, когда меня интересовало. Это, блин, проблема в том, что я могу забыть ощущения, которым могут быть вопросы в тех времен, когда я делал что-либо. То есть, это уже, там, чуть ли не два года прошло, и все помнить очень трудно. У меня есть какие-то, да, заметки и наброски вопросов многих, но надо попытаться сконцентрироваться и понять, возможно ли вообще это выпустить, охватив период в два года. Потому что, черт, типа, сложно вспомнить, что было в прошлом месяце, там, в некоторых моментах, чем то, что когда, например, писалось и Кинцуги, и Стрильи, и Пи, и Лю Нойс. Так, недоступны эти номера. Привет, всем салют. Так, что-то я еще хотел сказать. Жду новых роликов на YouTube. Вот клипы, отличные ролики на YouTube, наверное, лучшие, которые можно вообще производить. Соответственно, ожидайте клипы, это то, что можно воспроизводить. Я говорил о клипе на Penny Baby. Да, но с Penny Baby, во-первых, была сложная история, съемки дважды не удались, а во-вторых, когда начался момент с дистрибьюции, начался все сейчас, в данный момент, в 2018 году перешло на совершенно серьезный бизнес-вариант, то сложно сейчас понять, как выпускать Penny Baby, если там чужой бит. То есть это же ремикс на... Ё-моё, я забыл, ну что это? Money Baby, вот, Money Baby, это ремикс на Money Baby. Поэтому сложно понять, как, например, этот же клип и все прочее дистрибьюировать, продавать, поскольку, черт, там типа чужой бит. А если на кодеке Black, на кодеке Black, на KK Money Baby, да, на кодеке Black мы переделали бит, то есть он вообще в другой тональности, там даже свое, типа Салют Шторму, который это сделал, там даже есть срочка, мне переделал бит Шторм. Вот, поэтому с этим мы разобрались. А вот с Money Baby, да и с Penny Baby и истории. Говорю, сейчас уже я вам перечислил 4 истории сюжетных, которые могут быть визуализированы и заявлены, но, опять же, если я вам это сказал, давайте остановимся с тем, что вы будете писать, когда вот это, вот это. Съемки клипов, я вам сейчас хочу сказать, это самый большой нервный пиздец, который может вообще случиться в жизни любого музыканта. Съемки клипов, это сложно. И говоря с артистами, вот между собой, чеки, чуваки, вы даже не представляете, что происходит на съемках клипов, какими они оказываются в итоге, может быть, не теми, которые они планируют, какие происходят пиздецы вообще на площадках, с оборудованием и со всем прочим. И тут речь о том, что, например, одну из историй, которые я вам рассказал, это... Еще раз расскажу о том, что вы видите очень... Только фасад того, что происходит. И, например, я очень давно не выходил на какой-то контакт, потому что были свои какие-то загоны, свои заморочки, и я разбирался как бы с собой, разбирался с тем, что я делаю. И вы вообще ни у кого почти не видите за кулисья. И никто его не рассказывает в основном, потому что, ну, все решается как бы тут, здесь, и нечего жаловаться, скажем так. Но, чтобы вы понимали, сейчас в июле была работа над клипом проведена, и когда мы сняли четверть клипа, нового клипа, нас выгнали с площадки с кучей дорогого оборудования ночью, потому что кое-какие вещи не были точно утверждены, и было недопонимание, и в итоге никто не понял, что да как должно быть. И вы бы, может быть, уже видели целую вторую историю, и бы точно видели, если бы тогда не произошло такой дичи, что большую команду чуть ли не, ну, сколько у нас, 10 человек, выгнали со съемки. И никого тут не обвиняю, но просто надо было однозначно все точно нам утверждать. И это стресс. Никто не понимает, какой стресс происходит тут. Потому что вы видите картинку в Инстаграме, клип на Ютьюбе, песня где-то на Apple Music, и никто не понимает, какой пиздец стресс происходит для того, чтобы все это там появилось. И сумасшедшая совершенно история от форматирования флешек, которые происходили и у меня. Почему в топ-спине вы не увидели ни одного топ-спина? Потому что отдельно были сняты кадры с игрой в настолку, и там были топ-спины. И эта карточка форматнулась после того, как закончилась съемка. И поэтому в клипе, например, отсутствует любая игра в настольный теннис. Пиздец, мы потеряли игру в настольный теннис целую. И потом мы уже не вернулись на досъем, только потому, что мы не согласовали с площадкой, где мы снимали, что можно снимать в раздевалке. И к нам пришел администратор всего этого клуба и заявил, что мы не согласовали съемку в раздевалке, где мы входим. Из-за этого я заплатил штраф из своих денег за то, что они согласовали. Нас больше бы так как бы не пустили. Вот я только что вспомнил, это было год назад, но я вам рассказываю пиздец, который происходит каждый раз на съемке. У нас форматировалась карточка, я заплатил штраф, и нас бы не пустили на досъемку. Это то, что происходило только на съемках топ-спина. Давненько. А когда история идет о больших площадках с продакшенами, с актерами, там то же самое, только в усиленном размере. И конкретно сейчас ожидается решение вопроса о том, чтобы снять ту историю, от которой я сказал, что сейчас произошло, к сожалению, то, что произошло. И совершенно не важно, что там потрачены деньги, силы людей. Нет, это очень важно. Но в конечном итоге, думая об этом, я думаю о том, что это не доходит до вас в том виде, в каком это я вижу, и за это я больше переживаю. Окей, деньги мы дозаработаем. Люди, я очень благодарен им, клев, потрясающе, они пересоберутся, и они еще скажут мне слов поддержки. Но когда я начинаю думать о том, что это не дойдет сейчас, в нужное время, тогда, и в таком виде, каким я увидел это, вот когда мы снимали, я начинаю просто дико загоняться. И вы этого вообще ни хрена не знаете. Вы даже не представляли, что мы где-то что-то снимали, и там может такое произойти, что в 12 ночи где-то в 50 километрах от Москвы вас могут выставить на улицу. Чуваки, такое бывает, это постоянно происходит. И у многих артистов и депрессии, и стрессы, и тревоги. Они ходят серафевтом всяким, они пьют антидепрессанты. И ни у кого нет такого, что йоу, это же такая простая жизнь, блядь, пиши музыку, зарабатывай миллионы. Нет, чуваки, это вообще не так. Это как бы работа на себя и непонимание завтрашнего дня, например, частенько о том, как это все может повернуться. Поэтому будьте более снисходительны к артистам, ну, не к каким-то там распиздяям, которые, вы понимаете, что там тусуются, наркоманят и ничего не делают, а людям, которые, вы видите, что они действительно что-то работают, и отдают себя, и вы не понимаете, что происходит в закулисе. А сейчас, когда добавилась на это все, наложилась работа с дистрибьюцией, с деньгами, со стримингами, это еще сложнее стало, потому что в цепочке появляется огромное количество людей, с которыми приходится также контактировать, которые передают информацию, может быть, какие-то происходят искажения, еще что-то, это постоянно куча проблем. Поэтому музыка – это непростая деятельность. Ты сидишь, и на горах, там, каких-то, как дракон на горах золота, нет, человек, это каждый день просыпание от стресса, и если ты проснулся, а у тебя там в телеграме нет новых сообщений о том, что все пошло не так, это еще даже нехороший день, потому что все может повернуться не так. поэтому, в общем, я говорю, я выкладываюсь на 100 про, я хочу, чтобы было очень много визуализаций, вы видели такими, какими они есть, и я работаю на это, и типа, нахуй, там, фит с таким-то человеком, и когда то-то, давайте мы эти вопросы эти повременим, потому что я реально очень стараюсь, я делаю то, что я делаю, и делаю в лучшем виде, чтобы оно дошло, это до вас. Соответственно, только что сказал насчет того, что сам прохладный микс-тейп ближе, точнее, осенью, но там будет конкретней, понятно, позже. Это те, кто пропустил ранее. Я сохраню этот эфир на сутку, вот, поэтому, я не знаю, там существуют какие-то аккаунты или нет, которые до сих пор выкладывают всякие перископы, потому что я не говорю, они перископы уже там полгода, вот. И поездка, еще раз расскажу, что поездка в Казахстан, да, и где мы сняли еще один клип, опять же, я пока ничего не укладывал, не тизерил, потому что мне нужно быть уверенным, что это будет жизнь, очень, жизнь артиста очень непредсказуемая, и может случиться совершенно и бездец в любой момент, и типа я выкладываю только тогда, когда я понимаю, что это готово, имеется, и я не делаю хуни, типа напиши 10 тысяч комментов, и я выложу. Нет, чуваки, когда я выложу, решаю я, а не тот, тот пишет коммент. Только я решаю, когда я выложу. А, к сожалению, вам придется ждать того момента, когда я буду уверен в том, что это есть. Но, когда я буду уверен, вы однозначно получите все в лучшем качестве, и как я это вижу, а не когда вы напишите 10-тысячный или 100-тысячный свой коммент, типа. Поэтому музыка, типа, это не конкурс, когда вы что-то сделаете, это мое решение, когда я сделаю. Я благодарен тем, кто уважает, как бы это мое решение, и не собираюсь выставлять его на конкурс комментариев, конкурс лайка, или что-то еще. Угадай там, песню, угадай еще. Это не заказ, угадай мелодию, это я решаю. Вот, поэтому еще раз благодарен тем, кто спокойно ожидает материала. И поездка в Казахстан и работа с казахским продакшеном, сейчас, о котором, может быть, скоро будет говорить, я очень надеюсь, потому что поработали мы здравенько. очень много сейчас клипов снимается в Казахстане, Алма-Ате, Астане, и казахские, сами знаете, режиссеры и продакшены реально на восхождении сейчас. Вот, научили очень хорошие движения. Я не знаю, может быть, это уже последнее, если еще какие-то есть вопросы, я отвечу, но это может быть даже то, чем я завершу, короче, сегодняшний эфир. На этих съемках возникали какие же проблемы? Например, мы снимали 18 часов из 24-х. 18 часов у нас было рабочих из 24-х, при условии, что я прилетел в Казахстан ночью, не спав. И за 50, сколько-то, 60 часов я спал 3 часа. А съемка это работа на камеру, передевание, перевозки, поездки, это, короче, очень сложная херня. И даже начало насчет того, что мы приехали в момент, когда у нас было все по таймингу, и из первого полутора часов, которое у нас было выделено, час с чем-то шел дождь, и мы не могли тупо снимать. Понимаете, когда начинается в 6 утра первая локация в 6 утра, а ты лег спать в 3 предыдущей ночью, и ты приезжаешь, на улице переодеваешься, начинается часовой ливень, ты понимаешь, йоу, что-то какая-то херня снова. Вот. Поэтому там в итоге все получилось, и в тот момент, когда закончилось в 12, да, с 6 до 12 ночи, мы похлопали всей команде, что съемки закончены, казахи научили очень хорошему какому-то ощущению спокойствия, того, что решаем и все. И когда я прилетел, и опять прилетел в Россию, я увидел кучу, блядь, проблем, реально, кучу проблем, о которых вы не знаете, но пиздец, как их надо решать. Например, начиная с того, что там, где-то текст на iTunes, в неправильном формате как-то подгрузился, и нужно, блядь, перепроверить все, чтобы перезагрузить, отправить официальные запросы на переделывание текста, понимаете. Даже такая деталь вызывает нервы. А это, блядь, вот такое, из такого количества проблем. Соответственно, казахи, я говорю, благодарен за эту поездку, они научили максимально спокойному подходу к решению проблемы. Когда я прилетел сюда и снова тут кое-что сделал, я это сделал уже гораздо спокойнее. Так что, говорю, казахи, несмотря на то, что они могут дико проебаться и совершенно там не вовремя все это прийти, они сделают как надо. То есть, у них полярная вещь, они спокойны максимально к решению проблем, но умывают максимально безответственны, когда их начинаешь делать. И в этом казахи как бы двойственны, но в этом круты. Соответственно, я вам скажу, когда прилетел сюда, есть одна очень важная вещь, я не знаю, которую я понял, за последнее время, будучи, и любой, кто меня знает, он знает, какой я капризный, требовательный, тщательный и всех заебывающий всегда, потому что я дико, дико, у меня неадекватное чувство перфекционизма, настолько неадекватное, что это походит на заболевание. И всем огромное уважение, кто терпит любые мои капризы, но, говорю, приезд из Казахстана, я вам передам эту мысль, которую не как бы мне там сказали, а которую в процессе работы я понял. И вообще это, наверное, надо понять было давно, типа, любому, и может быть, даже кто-то ее понимает, но ее очень трудно начать применять. Есть такая штука, когда наступает любая проблема, прям, любого характера, я говорю, любого характера, она может быть от болезни родственников, тфу-тфу-тфу, до каких-то самых мельчайших запар с грязными кроссовками или в нужный момент, как бы эта проблема, она в любом случае, она никогда-нибудь решится, когда-нибудь решится, она будет решена. Или в любом случае наступит какое-то ее последствие, надеюсь, положительное решение этой проблемы. и в этот период есть вот этот интервал временный, лак, между началом возникновения проблемы и тем, когда она будет решена или там не решена, но в какой-то степени она будет отпущена уже. Соответственно, в этот период вот лично у меня возникает сумасшедший нервяк или возникал уже, может быть, даже все изменилось. Возникает напряг, нервяк и постоянная тревога и беспокойство от того, что на твои плечи снова взвалилась эта фигня. И тут включается очень самая неприятная вещь, которая называется фантазия. Это либо прогнозирование, моделирование, неважно что, наступление проблемы и это искра, которая распыляет фантазию. И фантазия уже действует как огонь, который моделирует исход этой проблемы не лучшим для тебя образом или каким-то, когда все будет в самом-самом-самом катастрофическом варианте, что возможно. И фантазия начинает работать так, что придумывает кучу альтернатив возможностей тому, что ты можешь начать делать прямо сейчас. И она тратит сумасшедший объем психической энергии, которая важнее гораздо, чем физическая. Она 100% важнее. И она начинает моделировать, что пойдет не так, если так, 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 пойдет все вот так. И проблема инициирует супер большую растрату твоей психики. Эта психика отнимает больше сил, чем физическая работа. Поэтому самый главный, говорю, рекомендация моя ко всем людям, кто, например, только сейчас вообще узнал, сколько проблем у артистов, сколько вообще реально катастрофических ситуаций, и столько же, я уверен, и у вас, в вашей жизни, в той жизни, которую вы ведете, в том деле, в котором вы занимаетесь, в отношениях с людьми, с теми, которые вы строите. Есть одна вещь, когда наступает проблема, между ее решением, 80% вы можете потратить энергии только на психическое моделирование этих исходов возможных. А физическая работа для того, чтобы устранить эту проблему, займет в 4 раза меньше. Поэтому самое главное, моя рекомендация, перестать тратить психическую энергию на фантазирование, причем самым плохим образом, фантазирование своих исходов этой ситуации, которая возникла, и, возможно, катастроф, еще следующих проблем, разрушение отношений, потому что вам надо взять и потратить физическую энергию на то, чтобы решить эту проблему, а не психическую на то, чтобы думать о том, как она будет ухудшаться. Это самое главное, что я понял в последние месяцы. Может быть, говорю, для кого-то это глупость, типа, ну, кто-то это вообще банальщина с детства, но я, как минимум, я сам, и я знаю очень много людей, которые паникуют от какой-то ситуации, и паникуют, распыляют себя еще больше, от чего у них случаются срывы, стрессы, и очень трудно этим людям вообще объяснить. То есть, это как с вредной привычкой, пока ты сам не решишь, сам не решишь, ты не бросишь, никто тебя не может заставить это сделать. Поэтому самого человека надо убедить в том, что сейчас думание и распыление, а еще частенько бывает, то, что ты начинаешь с кем-то обсуждать и начинаешь обсуждать, как этот человек не так поступил, как вот он тот, и все уходят, все силы уходят на то, чтобы убедить себя, как у тебя все плохо, вместо того, чтобы направить физические силы, или там свои переговорческие, любые, как и энергию, для того, чтобы сделать это хорошо. И выходит одна ветка, ветка психики уходит на 80% в упребеднение и убеждение себя в том, что все, что ты делаешь не так, это все не получится, и только 20% спустя то, как ты пережил вот этого дикого в голове себе представления, вот это кино целое нарисовал, что будет, как все будет, катастрофически кончится, и только после этого ты думаешь, ладно, я попробую, и вот эти сумасшедшие маленькую часть энергии, которую ты строил для того, чтобы это все прогнозировать, ты тратишь, чтобы это все получалось. если кто был в прошлой историей, час прошел, и она отправилась загружаться, сохраняться, вот, поэтому здесь я договорю о том, что в итоге все равно когда-то эта проблема решится, или она даже не разрешится, но за это время ты можешь потратить кучу сил для решения, либо кучу сил для фантазирования о том, как все может пойти не так, поэтому это относится к тому, что я рассказал о срывах больших в съемках клипов, начинается паника, начинается понимание, что все идет не так, все не получится так, либо ты берешь и в свои руки все и делаешь, может уже не вовремя, может не так, но ты все равно делаешь то, что нужно, и оно в итоге все равно сделается, а вот куча типа энергии и клеток, которые ты потратил на то, чтобы прогнозировать, как это пойдет не так, уже не вернуть, поэтому моя рекомендация, чуваки, меньше думайте и фантазируйте, как все будет хуже, нежели чем взяться и сделать это как возможно, поэтому общий вывод этой трансляции в том, что ждите визуализации самого прохладного микстейпа, который сейчас намечен на осень, фит с флешем выйдет раньше и отдельно, не на микстейпе, на микстейпе хотелось бы видеть много совместных рабов, фитов и вообще клевой музыки без излишней рефлексии, а кепку я заказал в Штатах, вот, так, по поводу концертов я на данный момент ничего не скажу, эти вопросы также решаются у нас с менеджментом, это тоже сложные довольно вопросы в жизни любых артистов, еще раз, концерты это еще один пиздец, помимо клиповых историй, которые происходят в жизни артистов, и для кого-то это там час выступления на сцене, а для кого-то это просто схождение с ума для того, чтобы это вышло, поэтому вся информация, естественно, будет появляться в моих соцсетях, и вообще за этими соцсетями вообще не проблема следить, потому что пишу я там где-то высказываюсь вообще немного, поэтому вы можете быть везде и в инстаграме, и в твиттере пропустить, там точно вряд ли что-то выйдет, то есть не придется из кучи, 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 кучи всего чат. Кто-то выгуливал кроликов? Йо, прикольно. Да, было вообще неплохо побеседовать и транслировать свои мысли, потому что не много сейчас инструментов для того, чтобы это сделать, ну, помимо вот этих соцсетей, о которых я тебе говорил, и тем более сейчас соцсети, кто вообще замечал, кто видел, они сейчас у меня довольно очень минималистично, эстетичны, потому что опять же, вибрация живет очень недолгое время, и у каждой вибрации разный срок жизни, и то, что, например, запущено мной когда-то там раньше, оно уже так не ощущается, оно просто, например, у меня удаляется, потому что мое понимание того, что некая энергия имеет, каждая энергия имеет срок жизни разный, и что-то есть вечное, что-то есть годовое, что-то там недельное, что-то там часовое, поэтому если вы видите, что где-то комменты, например, там какую-то фотографию закрыть, это значит, что вся ваша энергия, которую вы выпустили тогда, когда появилась эта фотография, она уже мной принята, я все это увидел, и фотография дальше живет своей жизнью, поэтому ваша ее эмоция, отклик на эту фотографию, которую вы выпустили в момент, когда он вышел, он уже чуть-чуть испаряется, поэтому если вы видите что-то где-то закрытый пост, это значит не то, что я удалил, потому что я обиделся на то, что там написано, это значит, что все, что там было написано, я прочитал, принял, но это больше не живет сегодняшним днем, это как какая-либо цитата, запущенная мой в твиттер, может не ощущаться уже мной сегодня, значит, она будет удалена, это мое правило по жизни, мы, все имеем свой срок годности, и мы вечны здесь, пока хоть кто-то помнит имя, так что, наверное, это ремарка насчет того, что кто-то пишет, почему тут удалены комменты, они не удалены не потому, что я обиделся, как там что-то сказали, и они удалены, потому, что они, их жизнь нестекла, но при этом они были живы и приняты в момент, когда они появлялись от вас, соответственно, вот так, что-то еще, фильм, который вчера я выкладывал, называется «Погони за счастьем», «Pursuit of Happiness», «Happiness», ошибка в букве, там будет «Why», а не «I», в названии так специально сделано, но в фильме это объяснено. Так, ремикс на кодека тоже я сказал, на самом прохладном микстепе будет обязательно, но пока нет желания никого выпустить его без клипа, надеюсь, это получится, говорю, ничего сейчас, то, что я рассказываю, не принимайте за чистую монету, я вам только что сказал, как все очень непредсказуемо может случаться у артистов. iPhone у меня 7+, лучший iPhone, который вообще возможен, лучше, чем X, лучше, чем 8, iPhone 7+. пара книг, я всем говорю одну и ту же книгу, называется «Александр Бурьяк, мир дураков». эту книгу прочитайте и вам будет все понятно. С Гонфладом с удовольствием взаиму Тилфит, вообще без вопросов. У меня есть, может быть, даже какие-то идеи, даже есть демки, но до этого как-то надо дойти. Соответственно, над этим будет проводиться работа, я сам действительно хочу много разных коллабораций, чтобы они и развивали меня, и помогали развиваться другим артистам, и разные стили, эклектика, она более вечна, однообразие некоторое. Ну, не то, что однообразие, а как бы уединенное существование. Дроп трека флэша, мне сказал в августе, очень надеюсь. С Мэйвейвзом тоже с удовольствием бы сделал, все это надо говорить, еще с удовольствием бы сделал фит с Яниксом, и считаю его просто безумным талантом и с многозналом, и с Бруто, вот с этими людьми я бы сделал просто от души бы эти работы. Но это все дискуссия в дальнейшем. Про концерты пока все сказал, ждать объявлений в моих соцсетях. А, и слоки, да, конечно, слоки. какой он просто дичь, дичь бы. Да, спасибо за пожелание, чтобы все получилось, мне бы очень самому хотелось, чтобы все получилось. Так, отдельно сделай со всеми альбом с фитами, йоу, я только что сказал, что с прохладной микстейпи я бы хотел сделать максимально с фитами. Это было бы очень здорово, он бы был очень легкий, разнообразный, крутой, каждый бы нашел то, что там нужно. Так, ну, надо, может, уже заканчивать больше часа. надо действительно дальше работать. Работать, да, обычная футболка какая-то, я не знаю, обычная футболка. Новый альбом Дэн Злокарин, я мало что сейчас слушал, не успевал совсем, потому что, я говорю, столько за пар летних. Вот сейчас, как я себя чувствую сейчас, да, последние полгода были, были очень тяжеловаты, и были ситуации, опять же, о которых кто не знает, которые могли привести меня вообще в разные учреждения, учреждения, и я их хорошо, что избежал, много было вообще такого странного и знакомств, и прощаний каких-то. Сейчас все полегче, говорю, есть некое ощущение клевости, кульности. Вот, волосы планируются дальше расти, отпускаться, быть длиннее. до Дензалакари я еще доберусь, до всех, да еще до Дрейка надо добраться, я еще, по чесноку, я не послушал даже и Саппорокиного альбом, что для меня удивительно, и я не знаю, не знаю, там до Астроворлда доберусь ли, вот. Поэтому такие моменты, такие моменты, и надо, наверное, все, надо уже распускаться и прощаться со всеми до новых клипов и прочих вещей. Все. Всем спасибо за интересные вопросы и отсутствие глупостей типа, как ты относишься к кому-то еще, вот. Поэтому увидимся, в, я не знаю, там, где мы встретимся. Цитаты Стетхама. Все. Всем спасибо, это крутой эфир был, я подумаю, как это дальше превратить в формат, ну, вряд ли регулярный, но посмотрим, когда будет, есть что сказать, и сказать, наверное, есть всегда что, но вам совет, последний от меня, открывайте рот только тогда, когда то, что вы скажете, будет дороже, чем молчание. Peace. Все. Ожидайте самые прохладные микстейп и другие работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...